Американский врач и исследовательница армянского происхождения Вирджиния Абгар изобрела способ проверять здоровье младенцев в первую минуту их жизни. Шкалу Абгар называют шкалой жизни, поскольку система оценки состояния ребенка, которую придумала армянка, сразу помогала выявить слабых новорожденных и оказывать им незамедлительную реанимационную помощь. Это сократило количество младенческих смертей в несколько раз. Вирджиния Абгар родилась в 1909 году в городе Вестфилд, в штате Нью-Джерси, в армяно-ирландской семье. Отец Вирджинии – армянин, изобретатель Чарльз Амори Абгар, увлекавшаяся естественными науками и музыкой. Мать – ирландка Хелен Кларк, была методистом по профессии. Вирджиния проводила много времени с отцом в его научной лаборатории. С ним девочка научилась читать звездную карту неба, а еще играть на виолончели и скрипке. Вирджиния еще в детстве приняла решение стать врачом после того, как умер от туберкулеза ее старший брат Лоуренс. В самые непростые финансовые времена для семьи она смогла поступить и выучиться терапии и хирургии в медицинской школе при Колумбийском колледже в Нью-Йорке. Чтобы прокормить себя и закрыть долги за учебу, девушка подрабатывала допоздна в зоологических лабораториях, а после получения диплома ее взяли на кафедру хирургии под руководством знаменитого хирурга Алана Вайпла. По его совету Вирджиния попробовала себя в анестезиологии, прошла клиническую резидентуру под руководством Ральфа Уотерса и Эмори Ровенштайна и стала первой женщиной с дипломом Американского общества анестезиологов. Она также стала первой женщиной-профессором в истории Колумбийского университета. Но самым главным карьерным успехом Вирджинии стала шкала, которой пользуются акушеры практически во всех родильных домах мира. Шкала состоит из пяти пунктов, по которым оценивается состояние новорожденного младенца. Интересно, что из заглавных букв этих критериев складывается фамилия ученой Абгар. A. Appearance Skin Color – окраска кожи. P. Пульс. G. Гримасы и рефлексы – гримасы ребенка. A. Activity Muscle Activity – активность. P. Respiration Bracing – респираторные и дыхательные движения. Вирджинии Абгар Благодаря работе Вирджинии Абгар выяснилось, что некоторые распространенные способы анестезии не годятся для родов, поскольку увеличивают риск смерти новорожденного. Шкала Абгар способна определить не только статус новорожденного в первые минуты жизни, но и позволяет достаточно объективно определить прогнозы, показания к интенсивной терапии и реанимации, писали об открытии Вирджинии в ведущих научных журналах. В медицинской литературе имя Абгар, пожалуй, самое упоминаемое. Оно встречается более тысячи раз. В 1973 году врач была награждена золотой медалью за выдающееся открытие в медицине и получила титул национального телевидения «Женщину года». Вирджиния Абгар умерла 7 августа 1974 года. После смерти культовая ученая продолжала собирать признания. В 1995 году ее имя было включено в Национальный зал славы женщин США. Вирджиния Абгар была врачом по призванию. Она говорила, «Никто не перестанет дышать в моих руках».